вот смотрите получается что вот он регулятор он сейчас показывает пусть 5 5 505 должен он открываться не с закрытым на от 19 до пусть 14 половиной так всем добрый день или вечер не знаю в какое время вы смотрите новым зап снова ремонт очередное авто так по автомобилю у нас хундай санта фе двенадцатый год d4 hb 2 и 2 объемом турбодизель вот так нас выглядит мотор этот многим уже известен своей надежностью качеством и так далее и так далее что мы будем делать мы будем сейчас подключать диагностику найдем блок управления данного автомобиля жалобы жалобы каждое утро каждое утро именно только на холодную то есть и только в холодное время год время года то есть заводится жесткая работа двигателя потом становится мягче работает и загорается чек выскакивает ошибка 0088 высокое давление топ предварительно сразу забегу вперед по опыту причиной является регулятор давления топлива в топливной рамки вот она загажена так смотрите регулятор может забиться из-за некачественного топлива раз из некачественного топливного фильтра то есть не в качественном топливном фильтре то есть если вы купили за 300 рублей за 500 рублей топливный фильтр и у вас все вроде бы прекрасно ездить но он получается в своем роде грубой очистки то есть мелкие частицы он не чай то есть если чай то делает это плохо и третья причина по которой туда на эту сетку может попасть грязь забиться это неаккуратно замена топливный фильтр то есть что смотрите мы берем вот эти разъемчики они все в песке да прежде чем их снять нужно все пошевелить продуть воздухом то есть здесь потом уже сам топливный фильтр сняли сам корпус обогрева всего то есть когда мы разобрали датчик воды все продули все промыли аккуратно собрали потому что мелкие вот эти песчинки они проскакивают и как раз попадают сюда в регулятор сантафе у нас дм вот они даже нет ссм 12 год вот он 22 также у нас есть метровые вроде бы как по условам клиента сейчас ошибка присутствует выскакивает у нас две позиции то есть это сажал без сажу то есть плюс саживать и без сажу то есть у нас сажены низкое значение сигналов цепи датчика уровня моторного масла но эта ошибочка которая по дачку уровня масла сейчас проверим она может быть как на данный момент то так и старая очень сразу проверим нет по уровню масла все отлично то есть ошибочка это старая и визуально видно что масло чистое скорее всего масло уже заменили все исправили доходим поток данных нам надо будет посмотреть вот значение топлива вот он клапан управления то есть регулировки давления количество топлива и все принципе нам больше ничего не нужно так сейчас заводим машинку а пробег на 250 250 574 вот смотрите получается что вот он регулятор он сейчас показывает пусть 5 и 5 505 должен он открываться быть не с закрытым на от 19 до пусть 14 половиной в идеале это в 18 процентов сейчас данный датчик то есть показывал что он открыт на по полностью но сброс не может сделать то есть он старается открывается но не сбрасывай сейчас с ним датчик почистим помоем и посмотрим потом какие показатели последнем видео по поводу микрофончик а моего видите какой кот у меня теперь сидит даже мышь или что-то посадили мне такую удаляли сажевый фильтр и он сломался и вот сегодня мне оператор дал такого кота надо ему ими дать хорошо нет подумаем все равно над этим да 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 люди димош напишут на что это больше похоже то есть что это код крыса мышь поэтому люди пусть напишут на стоит похоже так чтобы снять регулятор надо открутить вот это жгут крепления два болтика датчик надува я так смотрю уже снимали вроде как мы или вот если он под низом у нас вот он находится да видно визуально что чистенько очень часто он забивается у нас так дальше отворачиваю вот этот болтик то есть вот эти показатели которые у нас 5 и 5 были но на регуляторе они говорят о том что либо забита сетка либо клапан управление неисправим потом когда мы все закончим сейчас там еще вылиться туда диск топлива вниз потому что как только нагреется автомобиль отсюда из-под коллектора пойдут нехорошие пары и попадут к вам салон и поймете о чем я говорю так вот он штуцер обраточки в принципе труда отвернуть его не составляет вот он ключ на 30 обычно рожковый ключ но есть маленький нюанс то есть надо внести в него чтобы он идеально работал вот одну сторону надо сточить то есть ему не дает держатель вот двигателя вот этот зайти туда сорвали сам регулятор стоит на месте вращаем гайку сейчас она сложно закручу откручивается потому что там песок ну вот видно прям вообще ну прям просто ёжик видно какой ёжик прям очень ужас вот здесь это вот этот как раз колпачочек он такой одевается на регулятор забальцовывается завода и здесь такие микро микро очень мелкие такие отверстия даже визуально если мы их просто продуем промоем не факт что там все будет чисто поэтому мы будем это делать ультразвуком туда здесь сразу все опять же льем моем здесь не потеряйте медную шайбочку если где-то есть уплотнительное кольцо то она всегда бывает с двух сторон то есть и сверху и снизу так теперь отправляемся до это этот дать что-то енот енот кто еще интереснее а поспорить енот видишь а ты как не сперва понять какой живой да да а потом имя и но хорошо кто это не вот на твой вид сами хомяк дохлый ладно я сегодня я сегодня мыл вот ультразвуковая ванна если мыл на хундай гран старакси точно такой же регулятор жалобы были на жесткую работу двигателя вот так хотя бы прям визуально сильную грязь уберем особенность мойки в ультразвуке как и топливную форсунку нельзя бросать полностью то есть вот эта катушка электронная то есть ее опускать нельзя ни в коем случае мы будем опускать только механическую часть сам клапан находится внутри то то есть мы моем как посадочное место там отмоется так и сетка вот так его аккуратно ставим сюда вот так стоя вот 15 минут нам будет достаточно ванна уже нагрета как он сейчас будет двигаться от ультразвука даже вот туда-сюда ну все ждем 15 минут потом устанавливаем и тестируем машину конечно потом прогреем полосу посмотрим вообще что там в целом как ведет себя то есть жалоба только одна у человека есть там своя какая диагностика то есть он регулярно как наступают холода по утрам ее заводит выскакивает ошибка он ее нагревается он ее скидывает едет целый день ездить потом опять выскакивает то есть такое же видео если не ошибаюсь было на kia sorento у нас bl или на гранд-старкси что-то такое подобное вот теперь hb то есть на аж от такой же датчик hb то есть у нас идут kia sportage уже вот в новом кузове тоже все сейчас ждем вытащим ну хотя бы здесь видно визуально клапан что блестит чистый потому что вот фундайка с гранд-старкси я вытащил там просто такой налет ужасный был прям он такого прям не знаю страшного цвета был вот помыл прям стал блестить окно последние секунды мойки на 15 минут мы уставили сейчас она об готова регулятор сейчас все продуем только ванночку выключим закроем есть некоторые люди которые обламывают этот колпачок выдергивать чтобы не происходило но как только вы обломите и сломаете этот мусор попадет внутрь под иглу и скорее всего датчик выйдет из строя то есть пусть он 1 5 лет хоть раз в год пусть он забивается мы сняли помылися а это лучше чем отдать 12000 за новый как всегда резиночку надо чтобы не закусила надо помазать регулятор здесь вставлять довольно-то неудобно надо прям так 1 часа и думаю твердочка и все и также отверточкой его закручиваем гаечку сейчас она ли идти будет легко уже довольно когда надо она проскакивает если разобрать то можно и пальцами подлезть но ведь как бы не обязательно затягивать не стесняйтесь все готово разъем так что будем заводить скрутить сейчас будет долго потому что насос одноплонжерный маленький качает по чуть-чуть и заполнить топливную рампу топливом даже небольшой объем там вмещается все равно ему будет сложно можно конечно прокачать систему но не вижу в этом потому что очень мало а также вот опять же этот же человек приезжает и говорит нет мощности не тянет и так далее так далее запомните автомобили все там с восьмого года пошли они с защитой то есть блок управления стоит защиты как только что-то происходит она встает защиту и обороты поднимается до 3000 вот так вот так стоит и не идут дальше если у вас так происходит то машина стала в аварийный режим то есть защите для того чтобы сбросить допустим ошибку прогрели машину и сбросить ошибку надо просто заглушить автомобиль подождать там несколько секунд завести и снова допустим даем газа и смотрим на приборочку допустим видите то есть она идет больше 3000 он стал в идеальное состояние то есть его диапазон то есть работа идеальны от 16 до 18 когда он сливает в обратку то регулятор нам покажет где-то за 21 22 процента но когда он не может этого сбросить то есть избыток давления уходит в обратную сторону так по турбинке показать один бар расход воздуха норма но там максималка 43 47 но дело в том что на холодность турбинка должна нам дать не ниже 18 в идеале 22 и 2 2 и 3 так ну принципе все судя по всему очередная победа двигатель работает мягко спокойно хорошо заводится вот вложение у нас получилось один баллончик очистителя по работе компьютерка и чистка регулятора и регулятор чистка 1750 компьютерная диагностика 1100 вот и очиститель 400 рублей в принципе вот и все все мучения которые человек мучился весной то есть это пошло с весны и потом пропало и вот сейчас осенью начал опять мучиться он даже приобрел себе свою диагностику то есть эту маленькую там с телефончика что-то считывал ошибки самый даже скидывал и вот все беда его закончились в принципе закончили а мы сейчас перейдем к дому авто то есть машин цех полный работы много пойдем делать дальше также сегодня также сегодня снимем видео по соренто бл по замене актуатора то есть еще вот а с этим автомобилем все заканчиваем вы можете присутствовать в цеху рядом со мной здесь стоять главное не мешаться также подойти до того как если вы к примеру расскажете симптомы вот как с человеком да он рассказал как где когда какая ошибка и буквально за 20 минут мы все сделали если у вас что-то происходит с машиной и вы дадите более подробное описание симптомов которые происходят на вашей машине то это сэкономит ваше время и ваши деньги ну все всем пока и и и и и